Здравствуйте, ребята! Итак, мы с вами сегодня рассмотрим структуру исследовательской работы. Исследование – это творческая задача с заранее неизвестным решением, которая предполагает наличие универсальных этапов, характерных для исследования в научной сфере. Проект – это самостоятельная, познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся по исследованию и решению или исследованию какой-либо проблемы, направленная на создание результата в виде реального объекта или разного рода теоретического интеллектуального продукта. Для выполнения исследования необходимо понимать, что исследовательская технология выросла из метода проекта, но в чистом виде проектом исследование не является. Исследование и проектирование тесно связаны, но существует принципиальное различие. Исследование не предполагает создание какого-либо заранее планируемого объекта, даже его модели или прототипа. Исследование – это процесс поиска неизвестного, новых знаний, один из видов познавательной деятельности человека. В результате же проектной деятельности у вас должен быть создан конкретный какой-то объект. Может быть создана модель, может быть создан какой-нибудь, то есть практически какой-то продукт. Но проектирование и исследование, они хоть и изначально принципиальны по смыслу содержанию виды деятельности, между ними есть очень много общего. Итак, в структуру исследовательской работы входит у нас с вами введение, основная часть, заключение, список литературы, приложение, куда входят все схемы, таблицы, диаграммы, фотографии, карты и прочее. Итак, введение. В введение у нас с вами входит цель исследования, гипотеза, задачи, методы исследования, объект, предмет исследования, актуальность исследования и дается историографический обзор какой-то. Не забывайте, что введение это своего рода гипоизвестная визитная карточка вашей работы. В введение вы прописываете все исследовательские компетенции вашей работы, которые дают возможность постороннему человеку сделать вывод, насколько ваше исследование является именно исследованием, насколько закономерны тема и цель, насколько корректны задачи. Все это позволяет сделать первый вывод о том, стоит ли вообще читать вашу работу. Поэтому введение – это одна из самых важных частей исследования. Еще раз визитная карточка вашей работы. Итак, цель исследовательской работы. Это то, чего хочет достичь исследователь своей исследовательской деятельностью. Она характеризует основной замысел при ее разработке. Цель исследования – это конечный результат, которого хотел бы достичь исследователь при завершении своей работы. Цель указывает на исследование выбранного предмета, то есть что вы будете изучать, какой предмет вы будете наблюдать. Цель должна быть корректна, конкретна и ясно сформирована, без лишних эмоционально окрашенных слов. Цель должна быть достижима учащихся. Еще раз, на конкретное исследовательское, на то, что вы конкретно будете следовать. Неудачная цель работы – рассказать о Северной войне. Кому вы собираетесь рассказывать о Северной войне? Комиссии? Ну, члены комиссии и так, наверное, что-то знают о Северной войне. То есть надо тогда, и потом это очень широко рассказать о Северной войне. Что вы будете рассказывать? Начальный ход, середину этой войны, конечный период. То есть что вы хотите конкретно сказать. Цель должна соответствовать уровню развития познавательных действий. Цель должна быть еще раз конкретно и ясно сформирована. И цель может быть только одна. Обычная цель совпадает с названием работы, предметом или какой-то научной проблемой. Вот, например, тема исследования. Черноморское побережье Кавказа в описании французского путешественника Фредерико Дебуаде Монтере. Цель исследования – проанализировать описание Черноморского побережья Кавказа, которое сделал Фредерико Дебуаде Монтере в 1833 году. Дальше. Исследование отношений одноклассников к плаванию. Цель исследования – выяснить, как мои одноклассники относятся к плаванию. Тема исследования. Факторы, обуславливающие выбор профессии психолога. Цель исследования – изучение факторов, влияющих на выбор профессии психолога. Тема исследования – сравнительный анализ представлений о единорогах из мифов разных стран. Цель исследования – провести сравнительный анализ представлений о единорогах из мифов разных стран. То есть, еще раз, цель обычно почти совпадает с названием работы. Дальше. Формулировку цели исследования можно начинать со следующих слов. Выявление, то есть выявление взаимосвязей каких-то там явлений, обоснование, уточнение, конструирование, определение, обобщение, создание, формирование. То есть вот вам примерные глаголы, с которых может начинаться формулировка целей исследования. Дальше. В проблеме уже содержится указание на гипотезу. Гипотеза означает предположение, допущение, выдвигаемое для объяснения какого-либо явления, истинное значение которого не определено. Она предполагает экспериментальную проверку опытом, чтобы стать фактом, концепцией, теорией, либо быть отвергнутой. При формулировке гипотезы определяется, что необходимо автору познать, преобразовать, а затем делается само предположение в виде выражения. Это возможно, если, это существует, если, будет обеспечено, если. Вот, например, цель исследования, изучение факторов, которые делает футбольный матч знаменитым. Гипотеза. Футбольный матч становится знаменитым, если одновременно взаимодействует несколько ведущих факторов. Или, допустим, цель исследования. Оценка знаний о безопасности в интернете в старших классах. Гипотеза. Так как учащиеся старших классов являются продвинутыми пользователями интернета, то они хорошо осведомлены о тех опасностях, которые угрожают им в интернете. Но правильно, если они продвинутые, значит, они хорошо осведомлены об этих опасностях. Итак, вот смотрите, тема работы, допустим, да. Деятельность психолога по развитию креативности детей дошкольного возраста. Гипотеза. Предполагается, что детям нужна помощь психолога. Это неправильная гипотеза. Почему? Здесь нет гипотезы, потому что это житейское предположение, которое не связано с темой работы. К тому же, такую гипотезу невозможно исследовать и даже найти какое-либо опровержение или подтверждение. Как вы собираетесь доказывать, что всем детям нужна помощь психолога? Дальше, тема. Особенности трудовой мотивации специалистов-лидеров. И гипотеза. Да, можно допустить, что если мотивировать специалистов, то они станут лидерами. Это неправильная гипотеза. Почему? Она не имеет научной новизны, не имеет связанности с темой работы. У вас особенности трудовой мотивации. А также она не несет идеи решения или совершенствования проблемы. То есть, как можно, если мотивировать специалистов, то они станут лидерами. Мотивировать. А трудовой мотивации вообще ни слова не идет речь. На основе цели определяются основные задачи, которые требуется решить для того, чтобы достигнуть этой цели. Итак, мы сначала ставим цель, а потом определяем задачи, которые мы ставим для того, чтобы достичь этой цели. Итак, задача исследования – это выбор путей и средств для достижения цели в соответствии с выдвинутой гипотезой. Задачу лучше всего формулировать в виде утверждения того, что необходимо сделать, чтобы цель была достигнута. Задачи всегда перечисляются после цели. Сначала цель, а потом вы пишете «В соответствии с целью я поставила следующие задачи». И дальше прописываете свои задачи. Если цель у вас одна, то задачи не ограничены. В среднем, конечно, у вас может быть от 5 до 10 задач, но может быть и больше. Итак, задачи исследования обычно начинаются с таких глаголов, как «выяснить», «изучить», «провести», «составить», «рассмотреть», «найти», «описать». Дальше вы после задачи определяете методы исследования. Методы – это способы достижения цели исследовательской работы. То есть методы исследования помогают достичь цели работы. Поэтому прежде чем ставить методы, вы должны четко определить задачу и цели исследования. А затем вы сможете понять, какие вам действия нужно выполнить для того, чтобы достичь цели и поставленных задач. Это может быть эксперимент, с помощью которого вы сможете объяснить научную проблему по психологии. Это может быть модель, с помощью которой вы сможете подтвердить свою гипотезу исследования. Итак, у нас с вами есть методы эмпирического уровня, куда входит наблюдение, интервью вы берете, анкетирование проводите, опрос, собеседование, тестирование, фотографирование, счет, измерение, сравнение. С помощью этих методов исследования изучаются конкретные явления, на основе которых формируются гипотезы. Методы теоретического уровня – изучение, обобщение, абстрагирование, формализация, анализ, синтекс, дедукция, дедукция. Обобщение – это у нас с вами соединяются качества или свойства в одно представление и идет описание их в общей схеме. Абстрагирование – это поиск, нахождение ключевого элемента или свойства предмета, который рассматривается отдельно от других признаков. Индукция – рассуждение или исследование предмета от частного к общему, то есть отдельные факты выстраиваются в общий вывод. Дедукция – это рассуждение или исследование предмета от общего к частному, то есть общий тезис доказывается с помощью частных фактов. Сравнение – это способ познания посредством установления сходства или различия объекта. Сходство – это то, что у разных объектов совпадает, а различия – это то, чем один сравниваемый объект отличается от другого объекта. Часто конкретная задача связана с определенным методом исследования. Дальше идет объект исследования или предмет исследования. Определенная часть научных знаний, подвергающихся исследованиям, то есть то, на что направлена познавательная деятельность. Предмет исследования – это та сторона, тот аспект, та точка зрения, с которой исследователь познает целостный объект, выделяя главные, наиболее существенные признаки объекта. Итак, объект исследования – это то, на что направлена ваша деятельность познавательная. Это материальное явление, какой-то предмет. То есть это то, что будет взято вами для изучения и исследования. То есть то, с чем вы будете работать. Предмет исследования – это та сторона, тот объект, та точка, с которой исследователь познает целостный объект. Предметом считается тот аспект проблемы, в результате исследования которого познается целостный объект, выделяются его существенные признаки. Для того, чтобы определить предмет исследования, нужно выбрать определенный процесс, явление или функцию выбранного объекта. Предметом могут быть какие-то отдельные аспекты от объекта, которые готовы исследовать. Например, если объектом исследования будет лирика Бродского, то предметом могут выступать образы в лирике Бродского. То есть вы рассматриваете одну сторону лирики поэтами, задевая другие. Предмет отвечает на вопрос, что изучаем у объекта. У любого объекта множество предметов исследования, причем даже в рамках одной темы их можно выделить несколько. В примерах объектов и предметов исследования, которые будут ниже, вот, пожалуйста, перед вами. Итак, важно помнить, что предмет исследования, цель и название практически совпадают. Смотрите, тема исследования, основные принципы функционирования электронной почты. Объект исследования, то есть то, на что направлено наше изучение, это электронная почта. Предмет исследования, основные принципы функционирования электронной почты. Дальше тема. Сравнительный анализ представлений о единорогах из мифов разных стран. Объект исследования единорог. Предмет исследования представления о единороге в различных мифах. Черноморское побережье Кавказа в описании французского путешественника Фредерико Дюбуаде Бомперье. Объект исследования путь Фредерико Дюбуаде Бомперье по территории Краснодарского края. Предмет исследования описание территории Краснодарского края Фредерико Дюбуаде Бомперье. Итак, еще раз. Предмет исследования, цель и название практически совпадают. Дальше в введении у нас с вами прописана актуальность. Актуальность это определение существа, важности исследуемой проблемы. Это обоснование выбора той или иной темы для исследования. Необходимости перемен в конкретной отрасли или направлении. Это восполнение каких-либо пробелов в науке. Дальнейшее развитие проблемы в современных условиях. Это своя точка зрения в вопросе, по которому нет единого мнения. Это обобщение накопленного опыта. Суммирование и продвижение знаний по основному вопросу. Постановка новых проблем с целью привлечения внимания общественности. Актуальность исследовательской работы может состоять в необходимости получения каких-то новых данных, проверки совсем новых методов и тому подобное. Определить актуальность темы означает также подчеркнуть ее связь с важными аспектами тех или иных социальных проблем современности, решению которых может способствовать ваше исследование. Выбранная тема может быть неактуальной, но тогда вы недополучите баллы членов жюри. Актуальность является одним из самых важных требований, которые предъявляются к научной работе. Дальше идет научная новизна исследования. Новизна исследования отражает общественно значимые новые знания, факты, какие-то новые данные, которые вы получили в результате исследования. Ну, например, вы впервые составили вопросы анкетирования. Вы вводите в научный оборот результаты вашего анкетирования, составленные по вновь вами в составленной анкете. Анализируя мифы и рассматривая различные виды единорогов, вот вам пример нависный, да, мы составили таблицу, в которой показали сравнительный анализ единорогов, выделив такие критерии, как внешность, черты характера, что символизируют единороги и их волшебные свойства. Подобная таблица составляется впервые, в чем заключается новизна исследования. То есть кто-то может когда-то и сравнивал единорогов, но мы не знаем этого, мы составляем свою таблицу, и наша таблица составляется впервые, подобных таблиц нет. И вот мы составляем таблицу впервые, это и есть новые какие-то данные, новые знания, новые факты, которые мы вводим в литературу. Вот вам новизна исследования, да, впервые исследуется вопрос об отношениях моих одноклассников к самокатному спорту, ведь действительно никто до вас не исследовал, как одноклассники относятся к самокатному спорту. Ну и вот примерно как выглядит ваше видение, смотрите, вот исследование отношения ребят к детям с ограниченными возможностями здоровья. Цель – да, исследовать отношения ребят к детям с ограниченными возможностями здоровья. Задача исследования – проанализировать литературу по данной теме, разработать вопросы анкеты с целью выяснить отношения ребят к детям с ограниченными возможностями здоровья, провести анкетирование среди учащихся первых, пятых и одиннадцатых классов, оформить результаты анкетирования в виде таблицы и диаграмм, выполнить анализ полученных данных. Итак, смотрите еще раз, проанализировать литературу, то есть, конечно же, вы изучаете литературу, бесспорно, вы читаете книги, журналы, газеты, какие-то, берете сайты с интернета, вы собираете информацию, естественно, что вы эту информацию анализируете. Дальше вы разрабатываете вопросы анкеты, то есть, анкета, вы составляете вопросы и ребята на ваши вопросы письменно отвечают. Затем мы проводим анкетирование и оформляем результаты в виде таблиц и диаграмм, анализируем эти таблицы и диаграммы. Соответственно, методы, теоретический анализ, анкетирование учащихся, анализ, систематизация, обобщение полученных данных, объект, дети с ограниченными возможностями здоровья, предмет исследования, отношение ребят к таким детям. Дальше, введение ваше заканчивается обзором литературы. Вот, допустим, тема была, оценка знания безопасности в интернете в старших классах. И смотрите, как это звучит, да? Для того, чтобы лучше понять, насколько осведомлены учащиеся старших классов об опасности, о грозящих им интернете, я провел анкетирование. Среди учащихся 10-11 классов респондентами стали 62 человека, в том числе 41 мальчик и 21 девушка. Полученные в ходе исследовательской деятельности результаты представлены в работе в виде таблицы и диаграмм, анализа данных, соответствующих выводов. Никто не выяснял уровень знаний учащихся старших классов о том, насколько безопасен для школьников интернет по разработанной нами анкете. В этом и заключается новизна нашего исследования. Дальше. Вот перед вами обзор литературы. Смотрите, тема сравнительный анализ аварии на Чернобыльской АЭС и АЭС Фукусима-1. Очень помог в работе сайт ГИД по Чернобылю, где можно узнать много подробностей про то, как ликвидировали аварии и ее последствия. Увидеть фотографии города признаков Клипять сегодня. На этом же сайте есть информация об аварии на АЭС Фукусима-1. Подробности о причинах ликвидации аварии на АЭС Фукусима-1 и ее последствия мы брали из репортажа журналистов. В 1986 году была образована правительственная комиссия по расследованию причин Чернобыльской аварии. В 1991 году работала вторая комиссия, потом третья. Эти три комиссии сделали вывод о том, что было допущено много ошибок работниками электростанции. А еще сразу после аварии был суд. На нем судили руководители и инженеров Чернобыльской АЭС. Информации о том, что кто-то был судим за аварию, мы не нашли. Только сообщение о том, что обычные люди, граждане Японии, подают судебные иски компании Терсу. Рассматривая различную информацию об авариях на атомных станциях, мы составили таблицу, в которой показали сравнительный анализ причин и последствий данной аварии. После того, как ваше введение заканчивается историографическим обзором, дальше начинается основная часть. Основная часть – это вы, собственно, рассказываете ваше исследование. Вы описываете, что вы сделали, как вы сделали, причины, последствия этих аварий. Основная часть не должна носить описательный характер. То есть она нет никаких обобщенных сопоставлений, выводов. Должен быть только качественный анализ. Текст проверяется на... Научные исследования должны не только выявлять, описывать определенную проблему, но и предлагать свои методы решения. Поэтому в большинстве обширных научных исследований должна быть не только теоретическая часть, но и практическая часть. Дальше. Текст проверяется на антиплагиат. То есть практически любая научная работа должна быть уникальной, то есть написанной самим автором. Но иногда случается так, что скачивают работу с интернета, а затем выдают эту работу за свою. Но работы тщательно проверяются на плагиат с помощью специальных программ. Поэтому правильно оформляйте цитаты. И не надо подробно цитировать широко известные факты на уровне школьного учебника. И вот, допустим, смотрите, цитата берется обязательно в квадратные скобочки. Правильно оформляется цитата. Смотрите. История кибербезопасности начинается с первых атак на компьютеры. И уже в 1989 году Роберта Моррисона был создан первый самораспускающийся вирус. Конечно, атаки вирусов существовали и до этого времени. Но именно вирус Морриса был первым масштабной, широко распространенной атакой в сети ARPANET, предшественники интернета. И вот мы даем ссылочку. Смотрите, стоит квадратные скобочки и 16-й шрифт. 16-й номер стоит. 16-й номер – это номер списка литературы. У вас в конце работы идет список литературы. И там оформляется. Как оформлять список, я покажу. Но, значит, информацию об этом вы взяли именно в литературе, которая стоит под 16-м номером. За ноябрь 1988 года этот вирус парализовал работу всего интернета, что вернулось прямыми и косвенными убытками на общую сумму около 100 миллиардов долларов. И опять мы даем ссылку. То есть, опять, еще раз, не надо цитировать широко известные факты. Но факты, которые касаются каких-то сумм, каких-то таких вот малоизвестных фактов, они обязательно должны цитироваться. Ну и после основной части у вас идет заключение. Начинать заключение, конечно, лучше всего с того, что гипотеза вашего исследования подтвердилась или не подтвердилась. Вот у нас не подтвердилась. Несмотря на то, что учащиеся старших классов являются продвинутыми пользователями интернета, они недостаточно хорошо осведомлены о тех опасностях, которые угрожают им в интернете. Ребята почему-то не отнесли к опасностям атаку вируса, возможность занести из интернета какую-либо вредоносную программу, попасть на сайт-подделку, стать жертвой виртуального общения или попасть в инструктивную группу. В основном респонденты говорили о различных видах мошенничества, а также о кибертерроризме в различных его проявлениях. И опять-таки мы ссылаемся на таблицу 1 и диаграмму 1. Обязательно должны быть ваши выводы. Если получены числовые результаты, то они обязательно прибудутся в выводах. Дальше. Выводы должны соответствовать заявленной цели и задачам исследования. Обязательно вы поставили цель, вы вывод делаете конкретно по вашей цели. Вы задачи с собой ставили, вы даете выводы по этим задачам. Обязательно. Формулировки глобальных выводов на основе единичных экспериментов не допускаются. Ну и завершает ваши выводы практическая значимость. То есть вы должны обязательно сказать, для чего вы вообще проводите эту работу. То есть результаты моего исследования можно использовать как материал на уроках общества, знаний, информатики, классных часах и прочее. С результатами своей работы я выступил там-то, там-то, там-то. Выводы моей работы опубликованы на таком-то сайте. Разобравшись с угрозами, подстерегающими человека в интернете, я составила буклет, в котором представил правила безопасного интернета. Надеюсь, что благодаря этому буклету не только мои свистники, но и взрослые не попадут в руки мошенников. То есть вы сделали какой-то буклет, о чем-то в этом буклете рассказали. Итак, ошибки в заключении. Несоответствие в выводах заявленным в обведении целей и задачам исследования. Еще раз у вас обязательно ваши выводы должны соответствовать заявленным целям и задачам. Включение в выводе текста соответствующего раздела методы обзора литературы. Методы обзора литературы, как вы помните, это введение. Формулировка глобальных выводов на основе единичных экспериментов. Ну и наличие общих фраз, беспредметных рассуждений, не имеющих прямого отношения к результатам работы. Это ошибки, которые часто бывают в заключении. Дальше вы видите, идет список литературы. После заключения идет список литературы. Он так и пишется, список литературы. Дальше составляете по порядку цитирования или по алфавиту, уже как требуется в конкретном конкурсе. Есть конкурсы, где требуется ставить по цитированию, по тому, как вы в тексте употребляете, цитируете ту или иную информацию. Или есть требования, где составляются по алфавиту. Значит, смотрите, вот мы с вами видим, первая по цифру К1 у нас с вами идет информация, которую вы получили в архиве. Мы пишем с вами название архивного документа. Сначала мы пишем с вами, как называется архив, откуда мы взяли документы. Государственный архив Краснодарского края. Дальше стоит точка. Мы пишем название документа. Ставим точку. И дальше R897. Это номер документа. Опись 1, дело 1А, том 2, лист 150. То есть на листе 150 данного дела вы взяли ту информацию, которую сейчас цитируете. По циферке 2 вы видите информацию о работе Карамзин. Сначала идет фамилия, потом инициалы. Точка. История государства российского. Точка. Тире. Москва. Двоеточие. Эксмо. Это название издательства. И год издания. Точно так же идет у нас с вами, вот вы видите, третий. Это если 2 у нас с вами книга с автором, да, то цифра 3 у нас с вами. Сборник. Сборник. И вы сначала пишите тогда название сборника. Потом ставите косу и пишите составителей. Точно так же сначала фамилия, потом инициалы. Пишите книга 2, часть 1. Ну и соответственно после дефиса вы пишите место издания и как называется издательство. Дальше. По циферке 4 у вас газетная статья. Вы видите Моисеев. Опять фамилия, потом инициалы, точка. Дальше название статьи, точка. Название газеты, правда. И дальше, когда была опубликована статья. 2 сентября 1991 года. Дальше по циферке 5 вы видите интернет, сайт. Вы видите самокатный спорт в России, если будущее. Да, электронный ресурс, режим доступа. И вы пишите саму ссылочку и пишите дату обращения, когда вы обращались. Это если просто какая-то информация. Если же у вас идет статья какая-нибудь газетная, допустим. Да, или чья-то конкретная. Вы пишите вот под циферкой 6 Сулеймана. Дальше автора, да, инициалы его. И дальше название статьи. И опять, где вы это взяли. Сайт и дата вашего обращения к этому сайту. После списка литературы идет приложение. В этом приложении вы расставите все вопросы вашей анкеты. То есть вы сообщаете, что вы провели анкетирование. Будьте добры, представьте вопросы анкеты. И дальше сообщите, где вы эту анкету взяли. На каком сайте. Потому что есть анкеты, которые составляются профессионалами, психологами. Или вы сами ее составили. Дальше вы провели анкетирование. Вывели результаты в таблицы. На основании таблиц построили диаграммы. Или какие-то схемы. Карты, которыми вы пользовались. Все фотографии и прочее. То есть все это прилагается в приложении. Все это подписывается. Вот смотрите. Фотографии. Смотрите, фото 1. И вы пишете, что у вас на фотографии. Какой дом. Где он находится. И дальше смотрите. Улица Утарджиникидзе, дом 69. Запятую поставили. И мы пишем дату. Дату, когда вы эту фотографию сделали. Или в каком году это должна быть сделана фотография. Катографию подписывать обязательно правильно. Дальше вот вы видите диаграмму. Диаграмма 1. Как подписано правильно. Соотношение ответов на вопрос для учеников. Знаете ли вы о программе цифрового образования. Вот диаграмма. Вот если вы пользуетесь картой, то пожалуйста, перед вами карта. Предполагаемое место нахождения библиотеки. Вот вы взяли эту карту. И на этой карте где-то пометили сами предполагаемое место нахождения библиотеки. Дальше. Если это таблица, таблица тоже должна быть подписана правильно. Все таблицы нумеруются по порядку. Заголовок должен быть очень кратким в этой таблице. Таблица должна содержать какую-то важную информацию. Необходимую для того, чтобы понимать представленные данные. В таблице не должно быть пустых клеток. Если какие-то данные отсутствуют, то ставите прочерк или пишите. Нет, сведения, эксперимент не проводили и прочее, прочее. Дальше. Идет оформление печатной работы. Значит, при оформлении печатной работы. Титульный лист оформляется строго по образцу. В каждом конкурсе, в каждой конференции есть свой образец. И вот вы, соответственно, этому образцу оформляете титульный лист. Никаких рисунков, фотографий, узоров для украшения работы не допускается. Страницы работы нумеруются. Как нумеруются? Вы читаете правила оформления работы. Потому что есть конкурсы, где страницы работ нумеруются посередине, есть, где они нумеруются справа или слева. Страницы в нижнем, верхнем углу или верхнем углу. Дальше. Размер и вид шрифта. Поля в соответствии с требованиями. Еще раз. На каждом конкурсе есть свои требования. Как должен быть, какой вид и какой шрифт там пользуются. Не принято писать текст от первого лица. Текст работы от титульного листа до списка литературы только в одном файле должен быть. Причем минимум фотографий в печатном тексте. Фотографии прилагаются только в приложение. И только те фотографии, которые для дела, а не для красоты. Еще раз. На страницах никаких узоров, виньеток, никаких рисунков, никаких фотографий. Фотографии, которые вы выкладываете, не для украшения, а четко для работы. Не нужно включать в работу фотографии для семейного альбома. То есть автор на грядке, автор с профессором, мэр города получает автору диплом. Отзывы и рецензии на работу из вашего региона, школы и так далее. Тем более отзыв самого руководителя. Это вообще абсолютно ненужная информация. Грамоты, дипломы иных конкурсов тоже в работу не включаются. Итак, свое выступление, свое текст я хочу закончить словами американского биохимика Сент-Диорди. Исследовать значит видеть то, что видели все. И думать так, как не думал никто. То есть вы исследуете в принципе все то, что все другие видят. Вот ваши ребята занимаются спортом. А как они относятся к спорту? Почему они выбирают именно такой вид спорта? Или как они относятся к здоровому виду питания? Вот все знают, что в продуктах питания есть какие-то пищевые добавки. Запрещенные, незапрещенные. А как ваши одноклассники относятся к этим пищевым добавкам? Все знают о том, что убили Распутина. Все знают, да? Все видят, вот факт. Убили Распутина. А кто убил Распутина? Почему убили Распутина? И вот мы делаем с мальчиком сравнительную работу, сравнительный анализ убийства Распутина. Или допустим, приняло христианство Польша и Россия. Причем приняли они христианство почти одновременно. Россия принимает православие, Польша принимает католичество. Общеизвестный факт. Но, а если и общее, в чем различие этих двух процессов принятия христианства? И вы знаете, оказывается очень много общего и у Польши, у России в принятии христианства. То есть исследовать, это значит видеть то, что видели все и думать так, как не думал никто. Я желаю вам успехов в вашей исследовательской работе. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.